добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня решила провести ревизию укорененных листиков ну и думаю нужно снять видео до показать вам что у меня там выросло что не выросла значит эти листики я укореняла где-то конец ноября декабрь прошлого года сегодня 7 марта 2022 года ну давайте смотреть да что у меня тут растет так листики я укореняла в стаканчиках но стаканчики ставила в zip пакеты вот за три месяца поливала всего один раз это не все то есть очень удобно именно вот так вот укоренять листики так здесь у меня в стаканчике два листика посажено вот так вот детки растут они не мешают друг другу то есть все хорошо все нормально это кстати сорт ле хрустальный водопад gold трейлерный сорт фиалки вот так вот цветет мне вот такая вот детка уже есть сорт с кроновой пестролистностью очень красивый сорт так сейчас я немножечко полью чуть-чуть вот ой так неудобно все это снимать немножко полила и отставляю это в контейнер то есть в zip пакет я больше ставить не буду будет в контейнере но контейнер еще будет закрыт крышкой то есть будет все это расти еще в тепличке так идем дальше дальше у меня вот такой вот сорт лонг листвой это сэнс сэнкс big bells эти листы я наверное вообще укореняла в январе кстати смотрим ничего здесь еще нет можно немножечко полить чуть-чуть поливаю после полива после того как я полила обычная zip пакет не закрываю полностью то есть вот так же ставлю и не закрываю закрою где-то вечером сейчас утро а вечером пройдусь и просто по закрываю все это отставляю отдельно так смотрим здесь что у меня это ег сердце россии вот я их уже видите даже без надписи узнаю что это за сорта здесь тоже есть детки и вот этот листик я сейчас поливаю и отставляю в контейнер в тепличку без zip пакета уже так смотрим еще один листик с деткой это тот же ли хрустальный водопад gold сколько тут много деток у меня вот такие вот беленькие детки они уже такие крупненькие но отсаживать их еще рано потому что они белые нужно ждать пока позеленеют тоже немножечко поливаю и в контейнер так идем дальше это у меня сорт ли малахитовая роза тоже листик еще нет здесь деток но листик уже укоренился даже корешки вот уже видны немножечко поливаю слегка по краю стаканчика и назад видеть пакет не закрываю так здесь у меня птица феникс сорт то же самое деток еще нет поэтому просто полью по краю стаканчика так но я не буду здесь пакета доставать уже просто вот так поливаю нужно поливать не в одну сторону а по стаканчику полностью по кругу а сейчас я вам хочу показать самые интересные листики вот те которые я показала в начале видео это все просто до сортируем которые без деток остаются также в zip пакете поливаются но zip пакеты на несколько часов плотно не закрываются какие листики с детками они отставляются в другой контейнер точно также поливаются и потом я их тоже накрою пленочкой и поставлю на стеллаж то есть еще остаются расти в тепличных условиях только не в zip пакете уже просто в тепличке так ну а сейчас самые интересные листики достаем смотрим вот этот листик разложился как зонтик получился да но здесь детка вышла вот она начала проклевываться и в принципе освещение она получает то есть вот это тоже можно сказать простой вариант zip пакета я этот листик точно также достаю уже и будет в тепличке расти без zip пакета здесь у меня лист укорененный в чистом торфе поэтому чисто в чистый торф без перлита поливать нужно очень умею чтобы не переувлажнить торф в общем то вот этот отставляю здесь и ничего не делаю здесь все хорошо так смотрим дальше где-то у меня был такой вот вот интересный листик я укоренила его грунта стаканчике половинка детки вот уже я их вижу эти детки и листик точно так же как зонтик накрылся что я делаю в этом случае прежде всего я достаю листик с деткой да смотрите какой хороший грунт в zip пакете не слеживается не портится так значит на дно я добавляю грунта и устанавливаю сюда листик с детками то есть я приподнимаю все это досыпаю грунт я кстати сегодня приготовила грунт добавляла меньше перлита и меньше пенопластовых шариков то есть больше торфяная такая смесь вот меньше просыхает грунт и поливать нужно реже так ну в общем то процесс понятно пустоты надо заполнить все вот деток не нужно закапывать их нужно оставить на поверхности вот в общем то вот так это все выглядит немножечко поливаю по краю стаканчика и все вот этот листик отправляю в тепличку листик не обрезали пусть растет себе вот так здесь сорт век сердце россия и точно так же нужно будет приподнимать листик немножечко добавлять на дно грунта чтобы детки больше получали освещения тоже в принципе ничего сложного нет просто такая вот перевалочка да вот грунт по краям деток не закапываем уже наверное говорила повторю еще раз вот так вот сейчас вот еще месяц и эти детки все подрастут так листик поливаю и отставляю еще один-два еще у меня осталось листика ну давайте эти уже посмотрим да это сорт ли ли галатая это тоже с моих новинок листик уже по второму разу деток мне дают тоже достаю на дно грунта ставлю стаканчик листик так все это заполняю грунтом поливаю и отправляю точно так же в новую тепличку ну и последний листик это тоже моя новинка сорт f кузнечик листик по второму разу уже укоренился смотрите с обратной стороны вот такое вот замокание вот это единственный листик со всех зип пакетов которые замоканием ничего я делать не буду здесь да ничего не срезать не обрезать вот все так же и остается точно так же достаю листик со стаканчика на дно грунта чтобы приподнять корешки еще нужно обязательно стараться не повредить то есть чтобы никакого загнивания не было вот эти торчащие осторожно осторожненько заправляем в стаканчик так досыпаю грунта вот и вот этот листик я не буду поливать у меня грунт слегка влажный вот то есть те все листики я поливала а вот этот я поливать не буду я его полью вечерком до вечера вот это все замокание пройдет вот там у меня эти листики сейчас будут стоять на нижней полке на стеллаже там температура нормальная и вот такой влажности грунта до вечера не пересохнет то есть ничего страшного не будет листик не завязан нет все будет с ним хорошо если конечно поставить и так в теплое место да да еще под хорошие лампы тогда дозди пакета лист может завязать пример завязать как правильно сказать а если где-то поставить где температура где-то ну 20 градусов до то листик будет чувствовать себя хорошо температура будет нормальная и влажность грунта в принципе тоже сам хорошим вот эти листики которые я оставила еще в зип-пакете я их поставила вот в такую тортовницу у меня не поместился только один листик но я сейчас найду куда его подвесить возможно на стеллаж где-то на прищепку подвешу зип-пакеты как я и сказала открытые закрою я зип-пакеты только вечером то есть спустя где-то шесть-семь часов а возможно даже оставлю открытыми до следующего дня то есть все 12 часов будут открыты дело не в том что я их приучаю к воздуху а дело в том что я поливала их и так как в зип-пакете у нас влажность выше чем в обычных тепличках то в общем то это нужно учитывать и это нужно понимать следить так и вот такой вот контейнер здесь в этом контейнере все листики которые с детками вот и хорошие листики где детки растут хорошо и зонтики сейчас сюда еще что-нибудь добавлю в общем то какие-то листики какие-то детки сейчас переедут жить в этот контейнер контейнер накрою и поставлю под освещение зип-пакеты которые у меня остались все мою сушу и дальше использую вот такой вот видео я сегодня решила для вас снять кому понравилось ставьте лайки делитесь своим опытом на этом всем всего доброго мира и добра